Приветствую Церковь Божию, приветствую нашу зрительскую аудиторию, которая сегодня следит за нами в интернете. Хотел бы вместе с вами сегодня раскрыть Священное Писание и вспомнить, прочитать одну библейскую историю. Историю когда-то я это уже читал, она мне очень нравится, хотел бы вместе с вами еще раз обратить на нее внимание. И я бы назвал нашу сегодняшнюю проповедь таким образом «Удивительное завещание мужа по сердцу Божьему». Вас не пугает название слово «завещание»? Сегодня в наше тревожное время как-то звучит не очень приятно и радостно. И вообще слово «завещание» вызывает какие-то неприятные ассоциации. Но тем не менее, хотел бы обратить внимание, что есть человек, есть люди в Библии, которых Бог называл своими друзьями. Есть люди, которых Бог говорил, что это человек по сердцу моему. И в этот момент, конечно, мы ожидаем от таких людей таких слов, такого поведения, какое достойно только Господа. Правда ведь? Но в этом моменте, в этом библейском отрывке, вот мы с вами столкнемся немножечко с другим, на первый взгляд, словами. Итак, третья книга царств, вторая глава. «Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря». Я не знаю, задумывались вы или нет. Вы знаете, говорят сегодня американцы, очень прагматично относятся к этому. Как это? Вы работаете и не написали завещание? Вы должны побеспокоиться о том, что ваше имущество, что с ним произойдет потом. У нас слово «завещание» вызывает, конечно, отрицательные эмоции. Это пишется только тогда, когда человек уже умирает. Но тем не менее, что же мужи Божьи писали в своем завещании? Вообще, что у вас завещает? У вас есть что завещать? У кого много что-то? Дом, машина, квартира, дача, ни одно, и все по нескольку, да? Судя по лицам, наверное, вам и особенно завещание не будет длинным, правда? Но тем не менее, давайте посмотрим. Мне нравится дух этого завещания «Муж по сердцу Божьему». Давид был добрым человеком, как вы считаете? Как вы сказали? Добрым? Разное время по-разному. Вот Александр говорит в разное время по-разному. Итак, посмотрите, что он говорит своему любимому сыну. «Вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужествен. И храни завет Господа, Бога твоего, ходя путями Его, и соблюдая уставы Его, и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всём, что не будешь делать. И везде, куда ни обратишься, чтобы Господь исполнил слово своё, которое Он сказал о мне, говоря, «Если сыны твои будут наблюдать за путями твоими, чтобы ходить предо Мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израиля». О чём говорит Давид? О чём он хотел бы, чтобы помнил его сын Соломон, который был уже к тому времени признан мудрым человеком? Что он просит? Не забудь Господа и помня о том, что он обещал. Ну, давайте посмотрим, что же близко конкретно. Так всегда тоже, наверное, во время чтения завещания все слушают внимательно, пока не переходят к суммам и к делам. И вот пятый текст. Давид говорит, «И ещё. Ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска Израильского, с Авениром, сыном Нировым, и Амисаем, сыном Иеферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрев кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. «Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно, преисподними». Я не понял, что сказал Давид? Он что, какие указания даёт? Ты будь с Богом, ты будь добрым, ты будь хорошим. Ну, пожалуйста, не забудь вот этого человека. Ты знаешь, сделай так. Ты мудрый человек, ты знаешь, как это сделать, чтобы он просто так не умер. Вот так прочитали или нет? Смысл этого так? Как вам, Давид? Что это за завещание? Дальше, следующее. «А сынам Верзелия Галадитянина окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от весолом обратно твоего». Добрые слова, доброе пожелание, доброе напутствие. Ну, вот следующий текст опять. «И вот ещё у тебя семей с Энгеры Галадитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шёл в Маханаим, но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, «Я не умершлю тебя». «А ты не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не звести седину его в крови преисподней». «И почил Давидца сами своими, и погребён был в городе Давидова». Я не знаю, приходилось ли вам, видите ли, знать такого Давида, хотели бы вы узнать такого царя, ожидали ли вы такое услышать в завещании. Вот это вот всё то, что он хотел сказать своему сыну? Как вы думаете? В этой истории, конечно, мы хотели бы обратить внимание на некоторые детали, потому что они определяют. Эта глава предшествует или идёт после описания событий, происходящих в первой главе, когда восстание сына Давидова кончилось неудачно, но всё-таки по слову Божию Господь побеспокоился, побудил пророка Божия, и в результате был-таки помазан на царство Соломон. Как этого говорил Господь, ожидал этого, как об этом знал Давид и его супруга Версалия. Кажется, восторжествовала справедливость, но не всё так просто. Мы сейчас увидим ещё, что происходило в этой главе. Тогда уже к тому моменту, пока помазывали Соломона, его брат Адония уже фактически, ну, почти что себя сам поцарил. Собрал уже друзей, помните эту историю, и когда услышали шумы, народное ликование, когда услышали, что произошло, тихо-тихо разбежались. И вот такой момент умирает уже Давид. Как вы думаете, легко ли, твёрдо будет царство Соломона при такой, как мы говорим, внутриполитической обстановке? Что нужно? С любовью действовать или с мечом? Итак, первое всё-таки, что говорит Соломону Давиду, чтобы он был верен в Слову Божьему. Верен ему, потому что он не просто царь, он не просто сейчас получает титул какой-то, о котором он должен был мечтать всю жизнь или стремиться к этому, но он получает особенное служение быть руководителем Божьего народа. Знаете, вот я на секунду хотел отвлекаться, потому что здесь, наверное, много выводов. Иногда люди спрашивают, вот хороший царь, нет, вот хороший пастор. Кстати, какой пастор хороший? Назови эти характеристики. Что не подойдёшь, он всем всё даёт, всем всё разрешает. А этот, ну вообще нельзя, но тебе можно, да? Хороший? Ну вам всё можно, да? Или тот, который всё-таки понимает, что он поставлен здесь, поступать в Божьем народе по законам Господа. Поэтому, увы, иногда, друзья, не получается ответить на каждую просьбу, и вы должны это понимать, потому что есть правила, есть законы, постановления, которые издал именно Господь. Итак, ходить его путями. Не для своих интересов, но в качестве примера для народа. А вот это уже очень нелегко. Быть примером для народа, наверное, не может быть вообще ни один человек, ни я, ни кто-то другой. И вы помните, что Соломон и вся жизнь его, несмотря на его мудрость, но не во всём является примером для нас сегодня с вами. Так ли? Хорошо помните твою историю, несмотря на великую мудрость, полученную от Господа. Соблюдай его уставы, напоминает Дарит. Потому что в уставах и постановлениях Бог чётко прописал, что происходит с человеком, если он их нарушает, если нарушает сознательно. Мы сегодня немножко говорили об этом на уроках свободной школы. Когда Израиль окончательно погиб, было сказано, что причиной является несоблюдение заповедей Божьей. Итак, что же всё-таки происходит с замещанием Давида? Действуй. Мы читаем в шестом тексте, сказал, ты сделал, действуй таким образом. Что же должен был он сделать? Почему такая ненависть? И вот много вопросов вызывает у людей. Вы, если вспомните, речь идёт о Иоаве, военачальнике царя Давида. Что такое военачальник для царя? Может, ему не доверять или быть во вражде? Долго ли он проживёт? В любом случае, царство устоит или нет? Помните, кем был Иоав для самого Давида? Пародство. Они были родственниками или нет? Вспоминайте домашнее задание. Это был его родственник. Какой? Уточните. Это вообще был свой человек. И вот он на протяжении 40 лет правил, 33 года в Израиле и 7,5 лет, ну, 7 лет уже округляем мы в Иудеи, и всё это время, почти всё это время, военачальником рядом с ним, трудные годы, тяготы носил перед ним с ним раньше, был Иоав. И вот теперь оказывается, что у них были такие отношения, что сыну своему он говорит, кому может доверять. Пожалуйста, сделай так, чтобы он просто так не умер. Как же так? Здесь очень много вопросов, о которых я хотел бы, чтобы мы задумались. Во-первых, можно ли так жить и быть Божьим человеком? Вот это улыбаться каждое утро, приходить на служение, а как только последний час преемнику скажешь, вот этого убрать. А как же, с чего стоило твои улыбки тогда? Как ты раньше жил? Почему ты не сделал этого сам? Почему ты используешь это чужие руки, скажем так? Вопросов много, они интересные. Итак, Давид напоминает, почему и какое преступление, какие преступления совершил Иоав. Вы знаете, вот сегодня, когда идет война, мы часто слышим такое выражение за нарушение закона войны. Но есть такие вещи, которые даже на войне делать нельзя, если ты уже вообще, ну, человек, хоть немножко человек, скажем так. Правда ли? Оказывается, и военачальнику, и в то время, несмотря на то, что он воевал, убивал людей, существовали определенные правила. Оказывается, и Давид напоминает, ты знаешь, что он убил двух человек. И сделал это не в военном сражении, а сделал хитро, подло. И очень интересно, помните, сначала он убил, мы читаем здесь, двух людей. Абенира, сына Нирова. Не помните, как эта история произошла? Кто помнит коротко? Однажды этот человек, который стал военачальником Северного Царства, а Давид был помазан на Южном в то время, однажды он пришел для того, чтобы заключить мир все-таки, как военачальник, как реальная власть в Северном Царстве с Давидом, договорился с ним, был с радостью воспринят. И когда он ушел, его встретил Иоав, сказал, у меня есть слово от тебя, царя. И когда тот подошел к нему, он отзвил ему свою вещь. Вот так вот. И помните, что произошло? Мне уже не говорят, какая политическая обстановка. Чуть не руководитель одного государства приезжает к другому и живым не возвращается. Что вы подумаете про руководителя этого? Помните, нелегко было, наверное, Давиду в то время, но все-таки он был искренен, он молился, он говорил всем о том, что он чисто в крови этого человека. Все, что он мог сделать, он делал так, что люди поверили ему. Он заставил Иоава идти за гробом, и он громко повторял, что не в бою, а умер беликий человек, он был сражен рукою подлою, но большего ничего не сделал. Почему он не наказал Иоава? Вот у меня новый вопрос. Почему он ждал долгие годы, вынашивая это в сердце свое, и как можно после этого жить? Почему? Он же тоже локал, после его стуги. Для рукой, а не на руках. Хорошо, спасибо. Интересная мысль. Да, действительно, это так, потому что люди должны были, мы должны понимать, если я совершил грех, как я могу в нем упрекать другого? Он руками военачальника Иоава, да, он тоже был соучастником, убил человека. Перед этим совершил преступление, чтобы его покрыть, он еще и убивает. Ну хорошо, тогда вопрос. Если вы, к примеру, раньше курили, пришли в церковь, бросили, теперь смотрите, как кто-то другой курит, ну, ну, все, я ничего не могу сказать, я тоже курил когда-то, так ли я? Или нужно сказать? Говорить будете? Я тебе скажу, да ты сам курил, он тебя на зубы желтые. Что делать в такой случае? Правильно или нет поступил Дарит? Почему он не наказал его? Он был царем? Как он мог промолчать? В конце этой главы, в конце этой главы, посмотрите, это вторая книга Сарства, там сказано в этой истории о том, что он говорил потом народу, я отрок малый, а эти сыновья сорои, они сильнее меня. Вот не могу я сейчас его казнить, не могу что-то сделать. Он военачальник, а что такое военачальник? Тут у кого, как сегодня говорим, ядерная кнопка и так далее, все войска в него в руках. Я больше его сделать тогда не мог. И, конечно же, вот та причина, о которой брат напоминает, что бы сказал ему Иоав, тебе ли убивать меня, убийца? Ты будешь меня еще в этом упрекать? Разве не так? Он убил одного из лучших своих воинов руками Иоава. Как бы поступить справедливо сразу или терпеть, что сделал, что выбрал Давид? И вот интересно, хотел бы обратить внимание, что здесь в этой беседе с Соломоном он говорит не просто, как отец с сыном. Вот это плохое, это хорошее. Ты не забудь, делай так или не так. Он говорит, как руководитель Божьего народа и дает ему советы именно такого рода. Он не мог сам, морально не имел права наказать его, но его грех, его вина была всегда перед ним очевидна. Второй случай, о котором говорится, когда он уже решился спустя годы заменить Иоава и поставил другого военачальника, помните, что произошло? Тот чуть-чуть замешивался, и этот убил его тоже. И замил свое место. Ну, что такое всю жизнь быть воином, все войско его знают и слушаются. У того ничего не получилось. И тут уже Давид ничего не мог сделать. Наступает момент, когда все-таки расплата должна быть. Здесь интересно обратить внимание, что Иоав на самом деле был виновен и еще в некоторых преступлениях, которые даже здесь не повторяет и не говорит, не называет Давид Соломом. А что еще он сделал? Не помните? Однажды, когда восстание против царя Давида поднял его сына Весолом, помните, он закрыл весь народ, предупреждал всех, говорил, сберегите мне отрока Весолома. Что сделал Иоав, когда увидел? Пронзите его. Ни на секунду не замедлившись, не задумавшись. Да, с точки зрения военного дела, наверное, с точки зрения политики, он был прав, но он нарушил приказ, и он убил беззащитного тоже человека, который в этот момент не предал суду его. И еще совсем недавно в первой главе мы читали, что когда Дония решил воцариться среди его друзей, а что такое друзья? Это те, кто пришли на его пир, практически коронация, был первосвященник и военачальник. Две самые влиятельные фигуры в израильском государстве, кроме, конечно, уже старевшего, постаревшего Торина царя. Даже это не упоминает ему не ставит в упрек Давида. Еще одна мысль сильнее. Давайте седьмой текст вспомним все-таки. Сынам Грязилия Галатянина окажи милость. Нельзя сказать, что в завещании Давида есть только наказание. Только лишь то, что усмущает нас сегодня, может быть, еще несколько слов скажем. Это был итог его жизни, то, что он не успел сделать или не мог сделать по каким-то причинам. Итак, очень интересно, он оказал милость этому человеку, но тут был уже в возрасте, помните, то есть Торина говорит, я не могу уже пойти с тобой, вот мой сын, пусть он будет рядом с тобой, и сын Герзилия Галатянина был всегда, как это такое выражение библейское, питался за столом царским. Что это значит? Это и статус, это и какое-то положение, и возможно сегодня исследователи говорят, что наверное он имел какую-то долю, может быть, даже сегодня исследователи говорят, что возможно какую-то часть своего наследства он, Давид, мог пожертвовать ему в ответ на его благодеяние. Давид не был человеком злопамятным, но он человек, который постарался здесь дать указания и решить те вопросы, которые он не успел или не мог решить во время своей жизни. Семей. Вот еще у тебя семей сын Геры Генеонитянина из Бакурина. Вы не помните, чем отличился этот человек во время жизни Израиля, во время жизни Давида, простите? Что? Когда? Когда? Наверное, немаловажно. Тогда, когда жизнь Давида была в опасности, когда судьба его, его царства, его семьи вообще была под вопросом, когда его сын, который, видно, было не остановиться ни перед чем, захватил его власть, а он тихо, тайно, впервые оставлял свой город самими близкими людьми, вот тогда и проявился этот человек, который раньше молчал, а теперь обвинял его в тех преступлениях, которые Давид не совершал. Почему Давид его не убил сразу, когда вернулся, потом с победой? Помните? Верно, но Давид говорит, я поклялся ему, что я не убью его. Вот, кстати, тоже интересная мысль, мы обратим внимание, как действовал Соломон, мудрейший человек, как она добывает сна. Ну, ты мне скажи, вот бывает у вас такое, люди приходят, вот, нет, вот ты мне, ты мне сейчас пообещай, что-то, вот пообещай, что ты мне не откажешь, никому не говори, я сейчас тебе что-то скажу. Но бывают ситуации, в которые ты попадаешь, еще вроде бы не успел, а ты уже вроде обязан, ты уже, уже идешь по накатанной колее, но не своей. Давид тоже был человеком, и когда тот пришел к нему, он в свое великодушие простил семей, простите, пообещал его не убивать. Знаете, бывает в вашей жизни такое, когда вы видите, что человек злой, но ты все-таки его не наказываешь. Ты стараешься относиться к нему ну как минимум терпимо, да, по крайней мере. Но ты видишь, что он не изменился, и ты понимаешь, что лучше этого человека, к примеру, обойти. Наверное, так поступил и Давид. Он видел злое сердце, видел характер этого человека, но слово вышло от царя. Он пообещал, его не наказывали. Лично, да. Наступает момент, когда он все-таки, зная этого человека, предупреждает своего сына Соломона. Помните, мы говорили, только что заговор, только что, ну, с трудом все-таки, перечитайте еще раз первую главу Третьей книги царств, какие трудную минуту приступил или был помазан на царство Соломон. Непросто, непростая обстановка. И все очень шапка, все очень ненадежно. Мы увидим сейчас дальше развитие ситуации, как произошло. Но все-таки, все-таки нужно было быть твердым, верным и проявлять мудрость в решении человеческих, житейских вопросов. И вот поэтому царь Давид, понимая, говорит, вот семей это тот человек, который может причинить тебе много беды. Потому что он видел, что он остался таким же человеком. Он был помилован, но по характеру молчит, пока не сможет ударить его в стиле. Итак, в начале царствования Соломона существовали элементы беспорядка, недовольства, которые угрожали правдельнее царствования этого молодого еще по сравнению с 70-летним Давидом царя. И с ними нужно было решать очень быстро и правильно. Еще раз, слово решать сегодня такое в военное время звучит как-то выражающе, нет, но мудро и не откладываю. Знаете, когда у ребенка истерика, что нужно действовать быстро, или можно 5 минут подождать? Быстро, нужно остановить истерику. Правильно? Я не говорю, что там битер, что другого, может вот этот побитер. И все что угодно. Но истерику, если ее остановить сразу, как пример, она произойдет, разведется дальше. И есть ситуации, в которых тоже нужно было действовать быстро и решительно. Что интересно, обратите внимание, друзья, как поступает самый мудрый человек, как названо о нем в Библии, Соломон. Хотя он многое видел, многое знал, имел, может быть, какие-то свои отношения к этому человеку, но у него хватает мудрости, как мы говорим, дорвавшись до власти престола, поступать все-таки выдержанно, здраво и в соответствии с положением руководителя Божьего народа. «Соломон на престоле Давида отца своего 12-й текст и царствование его было очень твердо». Но об этом позже сказано еще, что будет твердо, но начало, начало все-таки шаткое. Вы помните, кто-то из вас, я думаю, большинство людей в этом зале помнят с 82-й, кажется, год, когда умер Брежнев. Помните, я в это время был на работе, гудели сирены, ну, может быть, как верующие люди мы не так уже сильно трепетали, но знаете, многие люди думали, а что ж теперь будет? Солнце-то закатилось, что ж дальше? Другого такого нет. Смена руководства всегда очень трудный и волнительный период в жизни любого государства. И вот давайте прочтем, что произошло в скорости после этого. 13-й текст. «Адония, старший брат Соломона, приходит что-то просить». И приходит он к кому? Помните историю к матери, к матери. Не к нему, не к царю, а к матери. Интересный ход, такой расчетовый, да? Мы читаем здесь. «Пришел Адония, сын Агифы, к Версавии и матери Соломона. Она сказала, с миром и приход твой». Наверное, она понимала, что этот человек непростой и нужно быть внимательным к нему. И непонятно, с чем он пришел после совсем недавних событий. Он говорит, «С миром». И сказал он, «У меня есть слово к тебе». Она сказала, «Говори». В 15-й тексте «Сказал он, ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Бога сподобыло ему». Это было ему. «Теперь я прошу тебя об одном не откажи мне». Как вы думаете, о чем, с какими мыслями пришел этот человек? Вообще-то царство мое. Ну, терплю, ничего не могу сделать. А сказался ли он, помните, что посмотрите еще, чем закончилась первая глава, он тоже испугался, но Давид, простите, Соломон не предпринял никаких шагов, никакой мести к самозванцу и так далее. Хотя, по-человечески, это был очень опасный человек. И вот он приходит к жене, к матери, простите, Соломона, просить его. О чем он просит его? Кто помнит? Жилок. Жилок. Доброе дело. Одна маленькая деталь. Это не просто жена, хотя престарелый Давид, как прочитаете, здесь уже в Библии описано, уже, наверное, был достаточно старый, просто вот эта девушка, но он не имел с ней отношений, но он с ней спал, лежал. Тем не менее, она считалась его женой. Мы не будем сейчас анатомию изучать и так далее. В глазах всех людей это была жена Давида. Что происходит, когда человек просит жену царя? Ну, для нас это немножечко, может быть, непривычно, а в глазах людей того времени это было только одно. Он претендует на царские полномочия. Знаете, я вам расскажу еще одну историю. однажды, когда Господь обличал Давида в его грехе Сверсавии, он через пророка Нафана рассказывал, он говорил, «Я дал тебе то и другое, я дал тебе это, я дал тебе дом царя Саула, я дал тебе жен отца Саула, царя Саула, если бы тебе было мало, я бы дал тебе еще, почему ты не попросил, а украл, взял бы, что тебе не принадлежит». Вот этот еще один библейский текст говорит о существовавшем понимании и традиции в то время. Царь становится хозяином всего, чем обладал предшественник. То есть не только дом, не только владение, не только земли, но его жены, родственники, теперь жена, жены уже этого нового царя. И когда человек какой-то просит себе в жену, жену царя, о чем это говорит? Он считает или может теперь считать себя царем. Вспомните, что сделал Алисалом во время своего восстания, когда он поставил палатку на кровле и по совету советника вошел прямо там на кровле к женам своего отца наложницам. Что это значило? Позор, срамота, это претензия на то, что теперь он царь, теперь эти жены принадлежат ему он господин. Это политический ход был, и для всех это было вполне понятное явление. Итак, что делать? 15 текст мы читаем «Ты же знаешь, поэтому прошу тебя поговорить царю Соломону, он не откажет тебе, чтобы он дал мне обязанку суменитянку в жены». Пошла Версалия к царю, и когда вершла, царь встал перед ней, поклонился, поставили престол, и она сказала «Имею небольшую просьбу, не откажи». И сказала ей царь, не откажу тебя, проси, мать моя. Она сказала «Да, Элизаху суменитянку от Донии и брату твоему жену». Вопрос. Здесь в этой главе тоже много вопросов, много ответов. Хотел бы, чтобы вы подумали, она что не понимала, с кем она имеет дело, не понимает, какой вопрос или какая в чем проблема этой просьбы, что замаскировано за этими простыми словами? И отвечал царь Соломон и сказал матери своей «А зачем же ты просишь Алисаху сунамитянку для Донии? Прости ему также и царство, ибо он мой старший брат и ему священник Авиафар и Ааа, сын Сороев, друзья». Возможно, Аверсалия не увидела ничего опасного к просьбе Адонии. Как вы думаете, почему? Вот вы сегодня киваете, понимаете, вы же да, 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 это непросто, а чего она не рассмотрела? Подумайте, это будет домашнее задание вам, но Соломон сразу понял, что стоит за этой проблемой, что стоит за этой просьбой. Если бы просьба Адонии была удовлетворена, то его притязание на престол в глазах его, как мы говорим сегодня симпатиков, наверное, его приверженцев получили бы сильное подтверждение. И старший сын, и он теперь уже таким образом является преемником царя, и это были бы основания для претензий старшего брата. Ну и естественно, посмотрите, здесь действительно мудрый Соломон понимает, что подобное не совершается в одиночку. Поэтому он матери говорит, да, ему и Аляфар священник, и Аб, друзья, помните, это были те люди, которые были на попытке воцарения Адонии, произошедших в прошлой главе. Поэтому что делает дальше Соломон? Что нужно делать в такой критической ситуации? Итак, мы читаем дальше, что произошло. Пусть то поклялся царь Соломон Господом, говоря, то и то пусть сделает со мною Бог и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адония такое слово. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть. И послал царь Соломон в Анею сына Ядаева, который поразил его, и он умер. Жестко. Это его брат, старший. Причем он, кажется, пожалел вначале, а здесь попросил себе жену и уже живым не вернулся. Да, друзья, потому что в нашей жизни нам тоже приходится сталкиваться с обманами, замаскированными просьбами и нужна мудрость. Я не говорю о том, какие меры должны принимать мы, но мы должны видеть происходящее и оценивать не только по улыбкам людей, которые нам что-то говорят, а с Божьей помощью понимать, чего же они на самом деле хотят, чтобы поступать мудро, благоразумно и правильно. Просьба Адонии была равносильна государственной изменею, как таковая каралась смертью. Еще одна мысль была здесь, прочитайте в этой главе, я сейчас не перечитываю эти все тексты, очень важная, поскольку это был Божий народ и Соломон был поставлен на царство не по произволу, а еще царь Давид, вдохновленный Господом, обещал Иерсаве, что ее сын будет наследником. то вот как раз поэтому восстание против или требование царства, восстание против царя, это восстание против Бога, помазанного царя, восстание против Божьего управления и воли. Я хочу сказать, друзья, что сегодня, наверное, когда вы слушаете, может быть, впервые задумываетесь над этой историей, это непросто. Понятие, кажется, очень суровое время было, но еще раз, есть законы, постановления, правила, Божьей, которые Божьи слуга должен исполнять. И сегодня пастор точно так же хочет быть добрым к вам ко всем, но я не могу делать то, что я сделать не могу. Так, такой должен быть священник, такой должен быть и сегодня служитель. Итак, еще одна, вот один суд, который совершился. 26 текст. Священнику Виафару царь сказал, что он скажет ему? Казнит его сейчас обвинял. «Ступай на поле свое». Ванафоф, ты достоин смерти. Почему? Почему? Что Алиафар сделал? Он примкнул к нятежникам. Он уже был готов своим влиянием поставить на престола доме. Он находился в его парте, скажем так. И вот посмотрите, что также мудрость Соломона. Ты достоин смерти, но в настоящее время я не умер шлю тебя, ибо ты носил ковчег в латыке Господа перед Давидом отцом моим и терпел все, что терпел отец мой. Помните, подобный характер проявил однажды и Давид, когда он говорил, ему говорили, вот Бог предает Саула в руки твои. Он говорил, сохрани меня Божьим, поднять руку на помазанника Божьего. Соломон также ему доставало мудрость не поступить подобным образом, не поступить по-человечески инститивно, или может быть даже в чем-то и справедливо бы по-человечески, но он просто отстраняет его отслужения. А имел право царь отстранять отслужения? А кто же теперь будет первосвященником? Не задумываясь. Мы читали во времена Иисуса, первосвященниками ставили кого угодно власти. Может быть здесь тоже? Дело в том, что у Аарона было несколько сыновей и несколько ветвей. И к этому времени очень интересно, и садок, и авиафар исполняли обязанности священника. Один при Скинии служил, другой совершал другое служение. Поэтому он эту родственную весть, он назначает другого сына Аарона, потомка Аарона, первосвященника, а этого он просто выдавляет от служения, учитывая то, что никто не свободен от наказания за свои грехи. Слух об этом дошел до Иогавра, так как Иогавр склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся. И убежал Иогавр в Скинию Господню и ухватился за роги жертвенника и донес лицарю Соломону, что Иогавр убежал в Скинию Господню, что он у жертвенника и послал царь в Анию сына Иогавра и сказал, пойди умертвей. А что вы скажете об этом мудром царе и его поступке? Вот он только что сказал, ты с моим отцом переносил все тяготы решения, я тебя не убью. А военачальника, который иногда и жизнь спасал отцу его, несмотря на все это, он убивает. и убивает и еще возьмите его, приведите прямо. Ведь помните, в Израиле существовало такое правило, человек, который требовал справедливости, искал защиты у Бога, мог прибежать, схватиться за роги жертвенника, требуя милости таким образом. Но, дорогие друзья, наказание, вот сегодня в уроках это звучало мысль, я в одном из классов слышал, наказание за сознательно совершенный грех не предусматривало спасение урагов. Если бы это было непроизвольный совершенный грех, это одно, если бы это было оговор или еще чем-то, но, и посмотрите здесь, так как Иоав склонялся на сторону Атонии, а на сторону Бога, помазанного царя, не склонялся. Поэтому и этот приговор мы видим справедливым. Он трудный, он тяжелый для нашего понимания. Хочу сказать, что царем быть, наверное, совсем непросто, правда ли? И руководителем быть непросто, поэтому хотел бы, чтобы вы молились за любого служителя, диакона, учителя, за пастора, за президента генеральной конференции, за президента нашей конференции и так далее, потому что мы особенно нуждаемся вашей мудрости, мы тоже люди. Еще один пример, на что я хотел бы обратить внимание. Да, царь сказал ему, сделай, как он сказал, умертви его и похорони его и сними невинную кровь, пролитую аромом, с меня и с дома отца моего. Потому что, хотя Давид и показал всему народу, что он чист в смерти тех людей, но все люди считали, ну, в конце концов, если ты царь, у тебя такое творится, кто виноват, какая твоя проблема, что ты не можешь с ним разобраться? Вот таким образом, сними эту кровь, невинную с меня, из дома отца моего. Добротит Господь кровь его, 32 тексте, прочтите, за то, что он убил двух мужей невинных и лучших, перечисляя эти преступления. 36 текст, еще один человек, о котором говорил Давид в своем завещании. И послал царь, призвал семей и сказал ему, построй себе дом в Иерусалиме, жили здесь и никуда не выходи отсюда. И знали, что в тот день, который ты выйдешь и перейдешь по топке дрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей. И сказал семей царю, внимание, что он сказал? Хорошо. Итак, царь поставил условия, почему, можем сказать сегодня. Да, действительно, это, наверное, как царь поступил очень разумно, потому что неблагонадежный человек, который живет где-то там далеко, где-то там, вот пока пастор здесь проповедует, там в коридоре кто стоит и проповедует другой, не знает, что это проблема. Пусть будет здесь, на виду, чтобы я тебя видел. Так, наверное, происходит в жизни всегда, чтобы этот человек всегда был перед глазами царя и видел, что с ним происходит. Страшное наказание. Построй в столице дом себе. А у нас сегодня молодежь бы намечтала об этом. Только что война просто идет, как в столице жить. Ну, это здорово. Это не наказание. Но это условия, которые он выдвинул в него, имея на это основание. И что ответил семьей? Хорошо. Как происходит в жизни, рано или поздно все становится на свои места. Но через три года случилось, что у семьи двое рабов убежали к царю Анхусу, к царю, к сыну Махи, царю Гепскому, и сказали семею, говоря, вот рабы твои в Гепре. И встал в семье, сожгал осла своего, отправился в Гепр к Анхусу искать рабов своих. И возвратился в семье и привил рабов своих из Гепра. И донесли Соломону, что семей ходил из Иерусалима в Гепр и возвратился. И убил его Соломон. Так? Нет. Хотел бы обратить ваше внимание еще, что даже здесь Соломон, хотя он уже чист был, только что с ним, ну, не только что, три года прошло, он договорился с ним, и тот пообещал и знал, что повлечет с собой наказание этого слова, он призывает его. Знаете, это не тихо само судить, поеди быстро убей его. Нет. Пригласил его и спросил. Давайте вместе с вами еще прочтем. Не клялся ли я тебе Господом и не объявлял ли тебе, говоря, знаю, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь. И ты сказал мне, хорошо, зачем же ты не соблю приказание, которое я дал тебе пред Господом взгляд? И сказал царь Семей, ты знаешь, ты знаешь, сердце твое, все зло, которое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на Богу твою. А царь Соломон да будет благословен. Хотел бы обратить ваше внимание, дорогие друзья, что нелегкое начало служения царя Соломона вызывает у нас, может быть, вопросы, вызывает недоумение. Но я хотел, чтобы вы понимали, что это был человек, который правил не ради себя и по законам не те, которые он придумал, но по законам Божьего Царства и действовал в интересах его. Еще раз повторяю, царь должен был действовать в интересах народа, для которого он поставлен быть руководителем, и в интересах Господа, которому принадлежит и он, и весь народ. Да, в этих полномочиях, в этом кругу полномочий у него есть какие-то права и обязанности. Обратите внимание, это не тихий самосуд, он еще раз пригласил его и сказал ему. Мне нравятся еще несколько уроков, которые я вижу в этой истории, когда Соломона спрашивали, когда Соломона просили, не убивай, просил его брат, его тоже в предыдущей главе, посмотрите, когда после восстания, ну почти же восстания неудавшегося, он также прятался, схватился с дороги жертвенника и донесли Соломону и сказали, Адония просит тебя, ну в общем-то, чтобы ты его пожарил. Что бы вы сказали? Вот интересные детали маленькие. Однажды царь Давид сказал Семею, я не истреблю тебя, я тебя не убью. А потом всю жизнь видел и терпел, и переживал, и смотрел за этим человеком. Так вот обратите внимание, Соломон по данному мудрости не спешит давать обещания. Что он отвечает? Передайте Адонию, что если он будет поступать справедливо и честно, ни один волос не упадет с его головой. Не нужно спешить связывать себя какими-то обязательствами, которыми нам будет очень трудно потом пренебречь, несмотря на какие-то проблемы, которые могут возникнуть. Обратите внимание, мудрость Божья. Что я хотел бы сегодня сказать? Может быть, сегодня достаточно такая кровавая тема. Может быть, в военное время это непросто. Но я хотел бы обратить внимание на характер Божьего человека. Мудрость, справедливость и милость объединены вместе. Без чего-то из этого невозможно. И в этом проявляется мудрость, как поступать справедливо, милостиво в тех или иных ситуациях, а в каких нужно действовать немедленно. Более того, помните, что в народе израильском сегодня я не говорю, что мы сегодня можем кого-то убивать. Нет, как раз наоборот. Но какие-то меры предпринимать решительно нужно. В то время в народе израильском существовали правила. Помните сыновей первосвященника Илья, которого Бог наказал нам за это, который их воспитывал. Воспитывал его или нет? Воспитывал. Говорит, «Нехороша дети мои, малова, которую я слушал вас. Да вы же возвращаете народ Божий». А что нужно было сделать? В Священном Писании есть тексты, которые говорят, «Если сын твой буйен и не слушается отца и мать твоего, приведи его к первосвященнику, приведи его к народу, и там тогда, если подтверждается все это, он будет мрачен». Не знаю, боялся, жалел или нет. Поэтому, друзья, еще одна мысль. Если мы попускаем и допускаем какую-то ошибку в начале, потом ее исправили, гораздо труднее. Не спешите принимать решения, не спешите обещать, просите у Бога мудрости, просите терпения, любви, но более всего бойтесь, чтобы мы в угоду, может быть, каким-то отношением, своим интересам, настроению не отступили от Божьего правила, от Божьего принципа. Все должно быть честно, справедливо, чисто, потому что от такого Бога, которому мы служим. Друзья, сегодня мы живем в совершенно другое время, в контексте нашего времени. Сегодня мы верим, как Христос пришел. Тогда Он повелевал в каких-то случаях кому-то убивать, за что-то убивать, наказывать. Иногда Он говорил, сегодня говорят, в Ветхом Завете одни войны были. Вспомните, что происходило. Бог говорил конкретно, что нужно сделать. Совершить суд, предать заклятию или захватить те или иные земли, которые Бог, сказано, отдает тебе, совершая суд руками Израиля. Но сегодня мы живем в другое время. И сам Христос, придя на землю, помните, остался в нашей памяти, как Бог, который является Богом любви. А был ли Он Богом любви в то время в Ветхом Завете? Ну вот с такими законами, такими мерами. Как он думает? Был? Был? Вы знаете, у нас в погребе лежат яблоки, урожая. Мы их поели, лежали достаточно долго, пусть немного. Вы знаете, что происходит с яблоками, когда они долго лежат? И стоит только загнить одному, а ты долго не лазишь, а ты приходишь туда, а вокруг этого яблока уже распространилась земля. Для того, чтобы спасти человека, для того, чтобы спасти народ, для того, чтобы спасти общество, нам нужно принимать своевременные и решительные веры. Не мечом, не убивая. Сегодня мы не живем в государстве, которое является Божьим, и не живет только по его закону. Мы подчиняемся законам государства. И еще раз, мы ищем Божьего закона любви. Но быть мудрым и справедливым, как Божий человек, как Соломон, я хотел бы быть. Хотел бы, чтобы вы были. Еще раз хочу сказать, обратите внимание на поступки Соломона. Обратите внимание на то, что он не спешит давать обещания. Обратите внимание на то, что он не спешит выполнять что-то. И даже здесь ему Адония говорит, помилуй. А он говорит, я ничего не могу обещать. Но это я так от себя добавляю его слова. Если он будет поступать справедливо, не выжимайте с меня обещания. Вот ты мне пообещай, вот скажи, как мы говорили. Иногда вам тоже приходится быть втянутыми в какие-то обязательства вот таким образом. Поступайте мудро. Не будьте связаны с чем-то, что может помешать вам поступать мудро и справедливо. Хотел бы вместе с вами сегодня молиться о том, чтобы Бог даровал мудрость. Хотя мы читали сегодня трагические истории жизни Давида, Соломона, народа израильского. Но нам очень нужна та мудрость, которую имеет Бог, который обещал дать каждому человеку. Мудрость, которая поможет принимать правильное решение. Мудрость, которая поможет нам быть честным, прежде всего, перед Богом, перед людьми. И тогда это будет спасение мудрость. Пусть вас не удивляет это удивительное завещание Божьего, мужа по сердцу Божьему, который, это не все завещание, но который, среди прочего, попросил своего сына восстановить справедливость, которую он не мог сделать своими руками. Но она также должна быть поспоршествована. Помните, друзья, иногда мы задаем вопросы и говорим, доколе это будет продолжаться? И я иногда думаю, сколько это будет твориться? Почему непорядок? Почему тут коробки стоят или еще что-нибудь? Почему до сих пор не сделали то ли и другое? Бог долготерпил нас и Он ожидал бы, чтобы я поступал таким же образом, но при этом оставался справедливым. Друзья, другими словами, нам нужна Божья мудрость. Хотел бы вместе с вами молиться о том, чтобы Бог даровал каждому из нас, даровал ее в первую очередь служителям. Я очень тоже нуждаюсь в этом и прошу сегодня Господа об этом и прошу, чтобы вы всегда молились о нас. Если вы согласны, я приглашаю вас к молитве. Любящий Небесный Отец, благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты хранишь, долготерпишь, милуешь нас, за то, что Ты являешься Богом любви, Богом праведливости и милости. Желая спасения нашего, Ты иногда наказываешь жрешника для того, чтобы исправить его, для того, чтобы спасти остальных. Господи, помоги, чтобы мы с вами, мы могли в своей жизни поступать справедливо, взирая не на свои эмоции, но на Твои святые принципы. Господи, помоги нам жить Твоим святым духом, быть руководимым ими. Я прошу Тебя об этом, Господи, чтобы Ты благословил народ Твой, чтобы среди него царила Твоя любовь, Твой мир, Твой порядок, благочестие, братолюбие и Бога. Благослови нас в этом, укрепи и даруй Духа Твоего Святого. Прошу об этом ради Христа. Аминь.